25-летняя жительница Аша Айтурган Маматкулова год назад вышла замуж за одноклассника. 7 июля 2024 года она скончалась в одной из больниц Бишкека. По словам ее мужа, Айтурган приняла лекарство, чтобы покончить жизнь самоубийством. Однако ее родственники не верят в это и винят мужа в ее смерти. Также они говорят о наличии синяков на теле погибшей и что Айтурган ранее подвергалась избиениям со стороны мужа. Ровно год назад она вышла за него замуж и постоянно подвергалась моральному и физическому насилию. Причем не только с его стороны, но и со стороны его семьи. Перед ее смертью я, мои сестры общались с Айтурган и с ней было все нормально, она чувствовала себя прекрасно. Она даже выставляла сторис в инстаграм. Человек, который хочет себя убить, готовится к смерти хотя бы за день. Он пишет своим близким людям, оставляет какие-то письма. А вот так взять и оборвать свою жизнь, при этом пару часов назад ей было хорошо, вранье. В 4-й горбольнице Бишкека сообщили, что Айтурган поступила к ним в тяжелом состоянии около 00.30 ночи. Семья мужа погибшей также утверждает, что она попала в больницу после принятия лекарств. Отец мужа Маматкуловы отвергает обвинение родственников погибшей, заявляя, что судебно-медицинская экспертиза была назначена, а происшествие расследуется милицией Бишкека. Изначально доследственную проверку по этому факту начало УВД Ленинского района Бишкека. Как сообщили в милиции, при наружном осмотре тела внешних телесных повреждений не было и назначены все необходимые экспертизы. Первоначальное заключение содержит диагнозы полимедикаментозное отравление, суицид, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Потом дело передали в милицию Октябрьского района для дальнейшей проверки. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от руки супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. В 2023 году Кыргызстан в глобальном индексе мира и безопасности женщин был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. По данным МВД в Кыргызстане за 4 месяца от 2024 года зарегистрировали 4767 случаев домашнего насилия. Это на 632 факта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Субтитры создавал DimaTorzok